МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Спортивный канал 7 ТВ продолжает знакомить всех поклонников скорости и автомобильного спорта с событиями российской кузовной гоночной серии РТСС. Близка уже середина сезона и примерно ясен расклад сил между командами, поэтому поговорим сегодня подробнее о тех гоночных коллективах, которые участвуют в национальном классе. И на девятой позиции команда Битюнинг, очень сильный московский коллектив. Это серьезная инжиниринговая школа, но вот серьезное невезение в гонках, аварии, происшествия, исходы, и поэтому опытнейший Андрей Севастьянов, который выступает под номером 83, и его напарник, дебютант с говорящей фамилией Александр Новичков, на двоих пока набрали 53 очка, но нет сомнений, что по силам Битюнингу преодолеть такую полосу неудачно. А Андрей Севастьянов неоднократно уже себя зарекомендовал с самой лучшей стороны на гоночных трассах. Что ж, только лишь вопрос времени. Первые успехи Андрея Севастьянова. Ну, а что касается Александра Новичкова, то вот он, номер 23. Пока достаточно скромные результаты, но Битюнинг – это солидная гоночная школа, так что не будем сомневаться в том, что вот эта вот девятая позиция в командном зачете национального класса – это не более чем временное положение, и наверняка-наверняка удастся московским пилотам подняться выше на одну, две, три, а может быть даже и больше позиций. Ну, а вот и характерный пример гонки для Андрея Севастьянова. Начиналось все неплохо, но затем серьезная авария, и пока два нуля у Андрея Севастьянова по итогам трех первых гран-при. Чуть выше расположилась еще одна очень интересная команда – это гоночный коллектив из Рязани. В его составе выступают два абсолютных дебютанта сезона – гонщики Александр Птахин и Юрий Цыганко. Вместе они пришли в начале этого сезона в RTCC, начали осваивать азы гоночного мастерства под руководством своего земляка Евгения Дутова. Евгений уже давненько выступает в классе Суперпродакшн, и вот теперь создал в Рязани гоночную команду «Примастрой Рейсинг». Именно в ее цветах Александр Птахин и Юрий Цыганко выступают в национальном классе. Сразу они показали себя такими очень неуступчивыми соперниками, но пока на первых порах немножечко не хватало и тому, и другому мастерства, но видно было, что с каждой новой гонкой и Александр, и Юрий едут все быстрее и быстрее. Ну а авторству Юрия Цыганко принадлежит совершенно невероятный эпизод. Дело было на третьем этапе Гран-при РТСС сезона 2007 года. Так вот, после столкновения с одним из соперников Юрий Цыганко полностью 360 градусов совершил оборот, перевернулся через крышу, машина встала на колеса, и буквально после нескольких секунд раздумий Юрий включил передачу и, нажав на газ, устремился вперед, продолжил гонку и довел ее до финиша. Что ж, команда «Примастрой Рейсинг» — это молодая команда. Ее гонщики только лишь дебютируют за рулем спортивных автомобилей, но уже видно, что потенциал у них есть — 76 очков и большие перспективы. Еще на строчку выше коллектив из Санкт-Петербурга под названием «Солекс Авто». Для этой команды второй уже сезон, выступающий в национальном классе. Начало сезона получилось также весьма непростым — плотная борьба с соперниками. Ну а традиционно в цветах «Солекс Авто» выступают гонщики из Санкт-Петербурга. Сергей Пухов и Александр Львов. Вот они вместе, номера 7 и 8. Что касается Александра Львова, то это тезка. Тезка другого гонщика из Санкт-Петербурга, чемпиона России в классе «Туринг». Ну а что касается команды «Солекс Авто», то в прошлом году она дебютировала. Поначалу ее пилоты запомнились больше всего авариями и происшествиями, но финальный этап сезона 2006 стал для команды «Солекс Авто» победным. Тогда оба ее гонщика завершили заезд в первой шестерке. Ну а сейчас Александр Львов и Сергей Пухов по-прежнему весьма стабильны, но маловато немножечко у них очков. Надо чуть-чуть прибавить. Что же касается состава команды, то на третьем этапе гран-при. Здесь произошла замена, и вместо Александра Львова за руль сел Юрий Горин, дебютант. Также человек, который только набирается опыта за рулем гоночной машины. В общем, очень все неплохо в команде «Солекс Авто», но думается, что прибавить и им вполне по силам. Ну а как отчаянные бойцы и пилоты этого коллектива себя уже зарекомендовали, пока на их счету 96 очков и седьмое место после трех состоявшихся этапов. Делаем еще сожок вверх и видим команду «Бит Тюнинг 2». Это тот случай, когда вторая команда оказалась быстрее первой, во многом потому, что в ее составе выступает гонщик Павел Сизов. Год назад спортсмен из Самары стал серебряным призером Кубка РАФ в национальном классе, а нынешний чемпионат начал с победы. Здесь, на трассе в Мечкоу, Павел Сизов оказался быстрейшим на первом этапе гран-при РТСС. Но вот второй этап сложился для пилота не слишком удачно. Ноль очков, обидный сход из-за технической проблемы. Ну а в паре с Павлом Сизовым выступает Олеся Колесникова, очаровательная барышня. Конечно, она не столь быстра, будем называть вещи своими именами, но так же, так же Олеся всегда стремится к финишу, борется с соперниками и частенько до этого самого финиша добирается, пополняет копилку команды важными очками. Собственно, именно эти очки и позволило «Бит Тюнинг 2» подняться на шестую строчку. Что же до Павла Сизова, то, безусловно, гонщику из Самары по силам выступать намного успешнее, чем он проехал на третьем этапе, где из-за судейского решения с третьей позиции был отброшен в конец первого десятка. Ну а Павел Сизов вообще зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. И нет сомнений, что команде «Бит Тюнинг 2», прежде всего усилиями как раз Павла Сизова, по силам подняться много выше, чем она расположена сейчас. Ну а на пятом месте в национальном классе коллектив под громким названием «Мидланд». Это был, пожалуй, самый действительно яркий и громкий дебют RTCC в сезоне 2007 года. Команда из четырех пилотов сразу на таких ярко-оранжевых заметных машинах. Ну и ее несомненный лидер – это пилот Андрей Агафонов. На его счету уже есть пара стартов в прошлом году. Ну и нынешний чемпионат Андрей Агафонов начал очень здорово. Он финишировал четвертым в первой гонке, вторую закончил на шестой позиции. Одним словом, это лидер коллектива, который умеет бороться, умеет обгонять. Ну а машина его заметна и не только поэтому, а еще и потому, что она действительно такого красивого, броского, ярко-оранжевого цвета. Что же до партнеров Андрея Агафонова, то ни у кого из них серьезного гоночного опыта нету. В командном зачете за «Мидланд» первую гонку провел Антон Буваев, но до финиша он не добрался. И после этого очки в командную копилку стал приносить дебютант по имени Родион Шушаков. Пока он борется на грани первой и второй десяток, потому что три десятка машин в национальном классе. Очень, конечно, здесь все сложно, потому что техника у всех одинаковая. Одинаковые двигатели, подвески, электронные блоки управления и только лишь мастерство. И во многом опыт пилота решает, кто же финиширует выше, а кто чуть ниже. Так что пока у Родиона Шушакова есть два финиша, это уже неплохо. И команда «Мидланд» в первом своем сезоне на пятой строчке в командном зачете национального класса. Мы продолжаем обзор положения в командном зачете национального класса РТСС после трех состоявшихся гран-при. И четвертая строчка у коллектива из Санкт-Петербурга под названием «Такси-2 ПСКБ». «Такси-2» — это очень известное имя в национальном классе. Пилоты этой команды наделали шороха год назад. Ну а сейчас этот коллектив выставляет сразу две разные команды. И «Такси-2 ПСКБ» — это команда, за которую выступают два пилота, естественно, из Санкт-Петербурга. Сергей Коронатов и Андрей Петухов. Что до Сергея Коронатова, то опыта гоночного у него пока немного. Именно он выступает под номером 4 и борется с одним из пилотов «Мидландом» в наших экранах. А вот Андрей Петухов — это также гонщик, естественно, с берегов Невы. Но у него есть весьма немалый спортивный опыт. Год назад он выступал за рулем «Лада Калина», одерживал там победы, неплохо проводил гонки. А вот теперь Андрей Петухов себя открывает по-новому, открывает в национальном классе RTCC. И открытие это происходит весьма и весьма ударными темпами. Если первые гонки Андрей Петухов просто набирал очки, то на третий вполне по силам ему оказалось подняться на призовой подиум. Первый подиум Андрея в национальном классе. И команда 121 очко имеет «Такси-2 ПСКБ» на четвертой строчке. Чуть выше главный коллектив питерских таксистов. Команда под названием «Такси-2 Техникал Консалтинг» и два ее пилота. Те люди, которые стояли, собственно, у истоков этого гоночного коллектива. Василий Кричевский и Александр Желтов. Замечательные питерские ребята. Очень веселые и общительные. И, главное, замечательные пилоты. Год назад они набрали одинаковое количество очков по итогам сезона. И оба претендовали на звание бронзового призера Кубка РАФ. Все решили тогда дополнительные показатели. Ну, а сейчас Василий Кричевский и Александр Желтов. Постоянные гости на подиуме. Чуть-чуть удачнее, пока дела складываются у Александра Желтова. Но и Василий Кричевский старается не отставать от напарника. И только лишь на первом этапе пилота ярко-красной машины под номером 24 подстегла коварная неудача. Вот она. Вот она ошибка Василия Кричевского, не позволившая ему набрать очки, ну и, в общем-то, даже добраться до финиша. Хотя героически пытался пилот продолжить движение. Долго он выкапывался из песчаной ловушки, но поврежденная подвеска. Продолжить заезд Василий, к сожалению, не смог. Но после вот этой вот ошибки на первом этапе выступал весьма неплохо. Результат 135 очков для Такси 2 Техникал Консалтинг. А вот второе место занимает команда, которая никогда прежде не гонялась в RTCC. Но у этой команды также много опыта и много достаточно серьезных гоночных традиций, в том числе и на машинах марки Lada. Это команда из Санкт-Петербурга, Jackpot. И ее представляют юный гонщик Никита Васильев, номер 21. И самый опытный пилот RTCC, представитель Тольятти Игорь Саранча. Машины у них раскрашены в так называемой инверсной гамме. Желтая с зеленым и зеленая с желтым. Эти ребята, конечно, парни не промах. Никита Васильев явно дает всем понять, что он пришел сюда, чтобы побеждать. На его счету серебро в первой гонке, а затем две блестящие победы. Никита Васильев это лидер нынешнего сезона в национальном классе. Что же до Игоря Саранчи, то не столь везет опытному спортсмену. Всякий раз он ведет борьбу в плотной группе. И не раз уже отчаянные и более молодые конкуренты выбивали его машину с трассы. Повреждали подвеску, оптику, элементы кузова. Одним словом, не очень везет Игорю Саранче. Но, тем не менее, усилиями прежде всего Никита Васильева у команды 146 очков. И прибавить им еще есть куда. Ну и кто же на первом месте? На первом месте вот этот вот белый автомобиль. Представитель команды Калуга Моторспорт. Год назад Калужский коллектив был одним из самых многочисленных и сильных. В этом году чуть-чуть они сдали позиции по числу машин, участвующих в гонках. Но главное, главные пилоты по-прежнему быстры. Номер 10 Игорь Филиппов, номер 18 Сергей Тихомиров. Игорь Филиппов из Тольятти. Сейчас он учится в Санкт-Петербурге. Ну а Сергей Тихомиров это гонщик из Лыткарина. На счету этой пары пилотов уже два подиума. А главное, они очень быстры и в сочетании с этим стабильны. Именно вот такой вот набор качеств и позволяет гонщикам Калуга Моторспорт удерживать свою команду на первой строчке. Борьба ожидается нешуточная, как скажем, вот эта борьба Сергея Тихомирова с Игорем Саранчой. Но пока-пока именно калужане на самой вершине. Впереди еще 4 Гран-при РТСС. Национальный класс в рамках каждого из них проведет по одной гонке. Многое может измениться, но некая вводная стартовая сумма на счету калужан уже есть. Это 152 очка. Ну что ж, вот такие они команды национального класса. Вот такие они гонки РТСС. Смотрите их на спортивном канале СМТВ. Приезжайте в Мечково. Гонки будут 2, 16 и 30 сентября. А сегодня для вас работал Александр Ковановский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова